МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти территории хранят редкие следы жизни первобытных охотников и собирателей. Пещеры и гроты сберегли историю быта ста тысячелетней давности. Но чего в этих местах действительно много – это древних захоронений, курганов. Вот один из таких у дороги из микрорайона Украинка в село Залесье. У Триангулятора даже устояла табличка «Времен УССР». Все, что известно о Кургане, то, что он древний. Второй памятник археологии зияет впереди черной дырой. Это Чумакарский грот. Его мы оценим в конце нашего сегодняшнего маршрута. Пять километров грунтовки позади, и мы на развилке дорог. По старой, можно сказать, уже многовековой традиции останавливаемся у обочины. В старину это был придорожный фонтан. Мимо него проходили как минимум две дороги. Одна в сторону села Саблы, нынешнего партизанского, на Бешуйскую дорогу, а затем на территорию нынешнего Крымского природного заповедника. Вторая дорога по правую сторону от меня шла в село Курцы, а затем выходила на Ялтинскую трассу. В старых письменных источниках это придорожный фонтан в начале Чумакарской балки, рядом с деревней Чумакары. Описан он впервые в 1881 году. Тогда балка была многоводной, но пять лет назад источник иссяк. Местные связывают это с ремонтом каптажа. Теперь вода тут появляется только после сезона дождей. Через земли старой деревни Чумакары, переименованные позже в село Обрыв, заезжаем в бывший хутор Залесье. В советский период село стало развиваться ударными темпами, благодаря местному совхозу. А потом тут открыли сейчас уже неработающее второе отделение птицефабрики Южная. Мало кто знает, но Залесье разменяло уже вторую сотню. Своему рождению оно обязано, как говорят в народе, помещику. Здание, вокруг которого и возникло современное село, стоит в центре, на конечной остановке 99 маршрута. За этим серым глухим забором кроется еще одна достопримечательность села Залесье. Местные рассказывают, что дом, у которого находится здесь, больше ста лет. Построил его или чех, или некто подпоручик брянского полка. История Барского дома была восстановлена в 2010 году благодаря учителю истории Константиновской школы Валентине Малаховой и члену Малой Академии наук Ивану Валюх. В Республиканском архиве они нашли документы, рассказывающие о событиях почти 200 лет недавности. С 1798 года Залесский хутор стал собственностью семьи дворян Николаевых. Здесь у них были сады, виноградники. В конце 19 века появился дом. Его хозяином стал отставной подпоручик 49-го Брестского полка Георгий Константинович Николаев. Он был женат, и у него было четверо сыновей. Управлял усадьбой некто Макаренков. Дом стойко пережил революции и войны. А в 2000-х годах бывшее дворянское гнездо стало собственностью четы известных крымских архитекторов. Получилось так, что в беспредельные 90-е, уже изрядно обветшавшее строение, банк выставил на торги. За долги нерадилого хозяина. Дом купили армяне, которые хотели сделать тут то ли казино, то ли колбасный цех. Но что-то не получилось. И чудесным образом здание перешло в заботливые руки. Житель Залесья Александр Милованов помнит историю бывшей барской усадьбы, начиная с 1954 года. Раньше он был в этом доме чуть ли не каждый день. Тогда в здании размещалась контора местного совхоза Залесья. В контору все доходили с трепетом, кабинет управляющего, бухгалтерия, касса, экономический отдел. По утрам проводились наряды, все собирались. Были цветники разбиты, клумбы. Потом же пассажины были голубая ель, зеленая. Это в 70-е годы. Как и нет, в 60-х, начало 70-х. Вот фото усадьбы тех времен, когда тут был детский сад Теремок. А рядом стоял клуб. От него камня на камне не осталось. Еще немного и дворянское гнездо постигла та же участь, уверяет Александр. Новые хозяева прониклись духом бывших барских владений. Первое, что сделали, возродили парк. Среди новых растений и двух советских елей у входа продолжают жить старожилы. Тесы ягодные, клен, ель, сосна. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин кирпичи с неизвестным клеймом и листы кровли. На нем четыре медали. Выставок в Париже, в Германии. Вот они проявляются. Это награды Демидова до качества металла. Еще рассказывают, что здесь, теперь уже в застекленной веранде, дворяне Николаевы пили утренний чай. Хозяева прожили в доме до 1917 года. Потом о судьбе Николаевых уже ничего не известно. Но еще кое-что из бывшего помещичьего хозяйства есть на скале, прямо над усадьбой. Поднимаемся туда по хорошей грунтовке, через лес, именуемый лесопарком. Тут тоже были помещичьи земли. Перед самым выходом на смотровую есть заметное ответвление вправо. Тут мы обнаружили каменную кладку округлой формы. Это водный резервуар. А в нескольких метрах обрыв, и прямо под нами старинный дом. Можно предположить, что отсюда по керамическим трубам вода самотеком поступала в богатый дом. Однако на картах, тут же на меловых скалах, есть еще одно гидротехническое сооружение. Что-то вроде бассейна. И чтобы найти его, спускаемся почти к началу дороги. Поворот пропустить невозможно. От развилки по широкой грунтовой дороге я прошла приблизительно 100 метров. Для меня, как и для вас, ориентиром станет единственная туристическая метка на дереве. И вот он, резервуар, который мы так долго искали. Как рассказывают местные жители, вода здесь собиралась, а потом поступала в имение. Но я склонна предположить, что это все-таки советская постройка. Потому что обычно в начале 20 века подобные бассейны строили из камня дикаря. А этот кирпичный. Глубина резервуара приблизительно 4 метра. По грунтовке, которая привела нас в залезе, держим путь назад. И делаем остановку рядом с газораспределительной подстанцией и несколькими мусульманскими захоронениями. Отсюда поднимаемся к финальному на сегодня объекту – Чумакарскому гроту. К сожалению, найти о нем подробную информацию я не смогла. Как впечатляющий грот выглядел издалека и как удручающий внутри. Свод закопчен многочисленными кострами, под ногами битое стекло и прочий мусор. А стены сплошь исписаны граффити и прочей чепухой. Среди всего этого выделяется пусть современная, но все же наскальная живопись. Лицо, напоминающее легендарного персонажа – синюю бороду. Вместе с ним мы полюбовались видом на Украинку, кусочек Залесия и Курганы. Более полная панорама открывается с верхушки смотровой скалы. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин